Здравствуйте, уважаемые подписчики этого канала! Сегодня вашему вниманию мне хочется предложить энергетический прогноз Божественная свобода и справедливость для всех Тема Эммануэля Даггера, декабрь 2015 Перевод Яна Лыскова Дорогие друзья, что-то очень мощное происходит сейчас в сознании планеты Радикальные изменения Последние три года мы жили под влиянием небесного события Известного как квадрат Плутона и Урана В течение этого времени энергии, сопровождающие этот квадрат Инициировали в нас готовность к большим изменениям Как в себе, самих, так и во всем мире В течение этих трех лет, начиная с декабря 2012 года Новая тема заняла центральное место в сознании миллионов людей во всем мире Это мотивация предпринять конкретные, реальные действия для улучшения человечества в целом Хотя основные новости пытаются убедить нас в обратном Прежние шаблоны контроля и манипуляции, правившие человечеством тысячи лет Сейчас в значительной степени демонтированы Вот почему, когда мы слушаем новости, основанные на страхе Все представляется сейчас гораздо напряженнее и сложнее Однако огромное количество жителей Земли уже научились видеть сквозь эту пропаганду И больше не позволяют этой тактике влиять на свою жизнь В последнее время мы вошли в квадрат Плутон-Уран И входим под влияние новой небесной конфигурации Известной как окончательный квадрат Сатурн-Нептун Это выравнивание активизирует и инициирует готовность истребления человечества К главному пробуждению сознания И будет где-то в районе года Это в особенности истина в отношении тех из нас Кто выбрал считать себя духовными существами В своих отношениях и связи со Вселенной Совершенно очевидно, что мы живем сейчас в эпоху радикальных перемен Конечно, ум часто страшится перемен Поскольку боится утратить свою роль и идентичность И одна из главных ролей нашего духа в отношении ума Состоит в том, чтобы гарантировать ему право на существование таким, как он есть Включая его самого, созданные им самим для себя историей И уважая достоинства всех его переживаний Он желает только любви и принятия Считайте его трехлетним ребенком Когда ум чувствует, что не получает этого Он начинает искать удовлетворение своих желаний вовне И начинает пользоваться для самозащиты механизмами выживания Такими, как страх, суждение, чувство вины, стыда, беспокойство, критицизма Но сейчас в новом сознании уму уже нет необходимости так жестко относиться к себе Если мы остановимся на мгновение и попросим свой дух дать уму то, в чем он нуждается То есть любовь, принятие, внутри ума может произойти сдвиг парадигмы Этот сдвиг позволит ему в его собственном темпе отказаться от шаблона жизни в разделении с нашим Высшим Я Перейдя к новому способу бытия, позволяющему радостно сосуществовать с Духом То, что мы наблюдаем сейчас в мире, особенно такие бессознательные акты и действия Которые мы видели в Ливане, Франции и в других частях мира Совершенно очевидно является криком о помощи коллективного разума Стремящегося получить любовь, принятие, заботу, которые нужны ему Для того, чтобы ощущать безопасность Конечно, когда случается что-то подобное, в нашей первой реакции часто бывает страх или вина На самом деле это происходит потому, что когда ум переваривает и обрабатывает информацию, которую ощущает небезопасной Он немедленно погружается в шаблоны выживания, к которым привык Несмотря на то, что важно уважать этот процесс Важно также понимать, что если мы останемся в состоянии страха Мы на самом деле только способствуем усилению паники в мире и так страдающим от волн страха и разделения Чтобы выйти из матрицы страха, в качестве первого шага нужно помнить, что мы духовные существа Получающие физический опыт, а не наоборот Это позволяет нам создать в мыслях и эмоциях энергетическое пространство Дающее нам возможность выйти из состояния реагирования и перейти к своей творческой части Из этого состояния мы можем полюбить каждую свою часть Даже ту, которую наш ум считает в любви недостойной В чем и пытается нас убедить Дух никого и ничего не судит Он любит безусловно После того, как мы считаем сделать это для самих себя Мы можем начинать учиться делать то же и для других людей Да, даже для тех, кто забыл себя настолько, что обвиняет Ранит И вредит другим, думая, что тем самым защищает себя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok